Вечерняя программа насыщена. К примеру, на площади Сахарова сейчас проходит фестиваль «Русское лето за Россию». Как раз сейчас пришло время выступления групп Рви, Миха и СемьБ, а уже после 21 часа на сцену выйдет Ольга Кормухина, которая завершит праздничную вокальную программу. В 22 часа на Сахаровой и в других районах Барнаула пройдет праздничный салют. Всех с днем рождения города, а я продолжу. Теперь к самой резонансной теме этой недели. ЧП с поджогом сельхозтехники в Первомайском районе взбудоражило многих аграриев. К тому же подобная трагедия случилась и в Михайловском районе. Там тоже неизвестные сожгли сельхозмашины, на которых фермерская семья заготавливала корма для животных. Сейчас фермеры с Первомайского района, на беду которого откликнулись многие и помогли, пытаются поддержать своих земляков и братьев по несчастью. Своим репортажем хотим помочь и мы. Комбайн пригнан, комбайн на месте. Есть там некоторые моменты по рулевому. Нужно заменить один из цилиндров. Ничего сложного. Помогли с техникой и поддержали рублем. Люди со всей страны протянули руку помощи аграриям Первомайского района, которые за одну ночь лишились почти всей сельхозтехники – трех комбайнов и четырех тракторов. Сегодня пострадавшие с небольшой задержкой, но все же начали уборочную кампанию. Параллельно со сбором урожая по крупицам восстанавливают обгоревшие машины. Всем спасибо, всем неравнодушным, всем, кто откликнулся, спасибо за помощь. Жизнь продолжается, работаем, восстанавливаем. По словам пострадавших, неизвестные специально поджигали кабины и двигатели. Сейчас дело расследуют правоохранители. Ход расследования также находится на контроле прокурора Алтайского края Антона Германа. Ни с кем не ссорились, никому не должны, нам никто не должен. А между тем, буквально на днях стало известно, что поджигатели завелись и в Михайловском районе. В селе Бастан огонь забрал фермерскую технику. Ни трава, ни ничего не сгорело. Видно, что это единичный, каждая единица специально подожжена. Сгорело в процессе пожара наш вагончик. Сгорело два МТЗ-82. Трактора были свежие. Один был 14-го года, другой был 10-го года. Сгорела сенокоска. Сгорел частично рулонник. В результате поджога целое стадо животных, почти 100 голов, остались без еды, рассказывает пострадавший фермер Юрий Шматков. Крестьяне успели заготовить 300 рулонов сена, а нужно еще 700. Но техники больше нет, как и средств на покупку. На маленьких телят, которые этого года рождения, нам-то хватит еще корма, а крупных придется всех угнать на мясокомбинате. Пострадавшие фермеры из Первомайского района намерены оказать посильную помощь коллеге из Михайловского района, а именно по максимуму привлечь внимание общественности к проблеме. На беду фермера может откликнуться и любой из нас. На экране реквизиты для помощи. А мы, в свою очередь, надеемся, что дела о поджогах сразу в двух районах края оперативно раскроют. Ирина Корчагина, Валентина Аскерова, День с толком. Депутаты Краевого законодательного собрания на этой неделе вышли с каникул и сразу обсудили несколько важных законопроектов. Прежде всего, поддержали инициативы губернатора, устанавливающие гарантии для участников СВО. Какого рода льготы они вскоре будут получать и о других законопроектах, обсуждаемых на сессе, в материале Данила Кузнецова. На повестке дня 20 законопроектов разной направленности, начиная от административных нарушений, заканчивая помощью участникам спецоперации. Теперь при поступлении в наши региональные вузы им будут добавлять баллы. Наши ребята, участвующие в зоне специальной военной операции, на счастье категории детей-сирот, получают право на первостепенное получение мер социальной поддержки в части выделения жилищных улучшений и выделения жилья в Алтайском крае. Также большинство депутатов поддержало идею президента страны о выделении земельных участков для отличившихся участников СВО. Своё владение можно будет получить до 20 соток для подсобного хозяйства или садоводства и до 15 соток для строительства дома. Этой возможностью смогут воспользоваться бойцы, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги в ходе СВО. В данном законопроекте мы прежде всего говорим о том, что это мера не льгота и не мера социальной поддержки. Я бы его рассматривал как мера благодарности. Одобрили помощь и предпринимателям. Депутаты дали зелёный свет изменениям в законе о нулевом НДС для начинающих бизнесменов. Льготы продлили до 2025 года. Изменили и условия попадания в программу, подняв предельный уровень дохода на четверть – до 20 миллионов. Также в перечень сфер для получения налоговых каникул вошли новые категории. Сейчас мы добавляем несколько видов деятельности. Это, например, производство летательных беспилотных аппаратов, их эксплуатация. Это, например, деятельность, связанная с обнаружением каких-то летательных целей, которые нужны, да, мы понимаем, для обеспечения бурной способности, безопасности. Вопрос о личной безопасности каждого также не прошёл мимо сессии. И обсуждение было бурным. Речь о законе о профилактике наркомании и токсикомании. Туда теперь добавили и алкоголизм. Появилось и второе новшество – частные вытрезвители. Несмотря на одобрение законопроекта большинством, вопросов и опасений осталось много. Уже предвижу, что подвоз людей в нетрезвом виде будет поставлен на поток. Брать будут всех без разбора. И тех, кто на ногах стоять не может, и тех, кто немного выпил в кафе у друзей или возвращался с праздничного корпоратива. Полторы тысячи рублей с человека за ночь – деньги немалые. Одним из самых главных результатов совместной работы депутатов стало внесение поправки в закон о предоставлении регионального материнского капитала. 59% жителей региона используют выделяемые 80 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. В связи с такой статистикой депутаты единогласно поддержали идею о расширении категорий для траты денег. И это можно будет использовать для подключения централизованных систем жилых помещений. Это теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение, и также водоотметение. Причем независимо от даты рождения ребенка. Также КЗС направила предложение в Госдуму касательно использования федерального материнского капитала. Инициатива позволяет применять его средства сразу же без трехлетнего ожидания. И хотя поправку нельзя назвать новой, еще раз поддержать возможные изменения лишним не будет, считают алтайские депутаты. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов, День с толком. А стоит ли менять закон о нулевых льготах предпринимателям ради трех-четырех человек, которые займутся вновь введенными категориями бизнеса? Такой вопрос задали алтайские журналисты, депутату КЗС Антону Васильеву. О том, что он думает о новых правках, смотрите далее. Круг расширяется. Если посмотреть на предыдущую практику, у нас порядка 80 субъектов предпринимательства применяли эти льготы в предыдущие периоды. Мы по этим видам деятельности наблюдаем примерно 3-4 точно предпринимателей, которые могли бы воспользоваться этой льготой, если они впервые берут ее в качестве основной и будут использовать свои деятельности. Те виды деятельности, которые я назвал, они достаточно специфичны для таких малых субъектов предпринимательства. Это в основном крупные предприятия, например, производство тех систем, которые связаны с обнаружением летательных объектов. То есть это достаточно технически сложные вещи. Это наука за плечами, хорошее, видимо, оборудование, опытные конструкторские площадки. То есть это не случайно, что это единица, потому что пока, и в том числе в крае, эти виды деятельности не широко представлены. А для России, видите, насколько сегодня это приобретает особое значение, ключевое с точки зрения безопасности. Ну, по спорту и образованию, возможно, их будет больше. А можно назвать, сколько у нас в предыдущий год предпринимателей пользовались льготами? Ну, подобными льготами порядка 80 субъектов. Это общая сумма сэкономленных средств порядка 3-4 миллионов рублей. Может быть, она, кстати, для бюджета не так чувствительна, но для предпринимателей, безусловно, первый льготный период очень комфортный, потому что начинаем старт без налога в части прибыли. И понятно, что остальные налоги, они, естественно, предпринимателям уплачиваются. А когда он встает на ноги, начиная чувствовать себя уверенно, он переходит на обычный налоговый режим. 15 миллионов должен быть доход. Это на 5 миллионов больше, чем в предыдущий период. Вот это плюс или предпринимателям нужно немного побольше? Я думаю, мы, коллеги, должны при этом понимать, что у нас еще есть верхняя планка по этим двум налоговым режимам. Она достаточно при этом высокая, до 60 миллионов в обоих случаях. Поэтому, конечно, она важна, но больше, я думаю, смысла нет, тем более, что это начинающий предприниматель. Но нет у него пока такой доходности, скорее всего. Это разговор обычно 5-10 миллионов на старте в работе. Это уже хороший ресурс. Если мы говорим про патентную систему работников, там до 15 человек, а, как правило, при патенте это 3-4 максимума обычно в работе предприятия. Если мы просто посчитаем даже фонд оплаты труда и примерную прибыль, но больше 10 миллионов, как правило, предпринимателей на старте не зарабатывают. И снова в школу. Новый учебный год в пятницу начался с хороших новостей. В День знаний в Тальменке открыли новую школу. Здесь есть все. Просторные классы, оборудованные по современным технологиям. Несколько больших спортивных площадок и даже бесплатный Wi-Fi. Это уже доступно для более чем 500 учеников. На торжественном событии побывал и губернатор Виктор Томенко. Подробности у Юлии Щепиной. В новом учебном году в новые школьные двери. Так в поселке городского типа Тальменка не только ученики, но и учителя и родители встречают День знаний в новеньком здании школы. Ну нравится то, что тут очень просторно, классы все красивые, светлые. А вообще любишь учиться? Да. Какие предметы больше тебе нравятся? Русский, литература, математика, ИЗО. Столько лет ждали школу, прошло как 10 лет, с первого класса пообещали. Вот, наконец-таки дождались. Ну это прям вообще огромная школа, много места. Самое любимое, наверное, место будет столовая. Там можно посидеть, поговорить, уроки пропустить можно будет. Ну а так, то все очень нравится. Торжественное построение, поднятие флага, праздничные пожелания, вокальные и хореографические номера. С этим значимым событием жителей поселка поздравил губернатор края Виктор Томенко. Новая школа здесь, в Тольменке, третья школа, это, конечно, предмет всей нашей гордости. Не только района Тольменского, а всего, конечно, Алтайского края. Я очень рад в этой связи разделить сегодня с вами этот праздник, это счастье. Я убежден, что на многие-многие годы этой школе уготована счастливая судьба. И, конечно, ее ученикам. Чествовали и тех, кто впервые в своей жизни вошел в просторные учебные классы. Виктор Томенко проводил первоклассников в здание новой школы. В школу новой школы. Пойду, одиннадцатиклассник. Аплодисментами, давайте поддержим. Кстати, это не просто школа для обучения. Это школа, наполненная техническим содержанием. Образовательный центр, где есть все для развития. Большая библиотека, два спортзала, актовый зал с костюмерными, просторная столовая. В кабинетах мультимедийная техника и современное оборудование. Вот таким образом это делается. Потому что все точки опускаются. Дежурные движения не мешают. На базе кабинетов химии, биологии, физики, информатики открыли точку роста, естественно, научного и технологического направления. Под впечатлением остались не только школьники, но и их родители. Учитывая то, что я тоже закончила третью школу, только, естественно, старое здание, событие очень значимое. Школа отличная и замечательная. Мы старше работаем уже более 40 лет, но для меня каждый день, каждый год 1 сентября – это самый волнительный день. Встречи с учениками, после лета с родителями – это праздник. Новое здание со всеми условиями, комфортное, большие классы. Все очень здорово. Добавим, школа рассчитана на 550 мест. И для жителей поселка Тольменко этот объект значимый и долгожданный. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. Школьные годы чудесные, однако далеко не все с радостью вспоминают этот первый жизненный опыт. Первые трудности, переживания, знания и, конечно, оценки. Что бы вы пожелали сами себе в школьные годы, узнавала наша съемочная группа. Бодрости духа побольше и с удовольствием учиться. Я даже не знаю. Наверное, учиться тоже побольше. Хотя мы айтишники. А я бы все повторила. Мне нравились мои школьные годы. Мы жили полноценной, активной жизнью. Мне нравилось учиться. И сейчас, в принципе, нравится учиться. Поэтому... Да, в принципе, все хорошо было. Поэтому пожелать особо и нечего. Не спать на парах и на уроках. Учиться. Математику особенно. Ну и домашние задания делать. Быть на чеку. На каком чеку? Внимательным, серьезным. Я бы посоветовала себе, наверное, не так переживать по поводу оценок. Биткоин купить. Я бы посоветовала себе не расстраиваться, верить в себя и не принимать все близко к сердцу. Потому что потом это все кажется такой мелочью. Школьные годы, они были очень далеко на самом деле. В школьные годы я бы посоветовала себе не торопить жизнь и свои школьные годы на самом деле. Они очень быстро пролетели. И сейчас вот уже понимаешь, что это было самое прекрасное время. С сентября купить лекарство без рецепта будет невозможно. Такая информация еще летом вызвала бурю эмоций у россиян. Действительно ли лекарственные средства теперь можно будет приобрести исключительно по рецепту, мы узнали непосредственно от самих провизоров. Они рассказали, что действительно с 1 сентября вступила в силу положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. С 1 сентября при отпуске лекарственных препаратов в чек будут носиться данные рецепта. Это значит дата, серия и номер рецепта. Эти данные будут отправляться в систему мониторинга маркировки «Честный знак государственной». Это коснется только препаратов предметно-количественного учета. То есть назову их, группа эти это наркотические препараты, психотропные списка 3 и сильнодействующие. Ну из препаратов, так я просто для примера, например, феназепам, прикабалин, трамадол, сибазон, релиум, вот такого плана. Такие меры, по словам специалистов, усилят контроль за отпуском подобных препаратов. А чтобы купить остальные, тот же парацетамол, рецепт, разумеется, не потребуется. Кстати, в аптеках уже обновили программное обеспечение и без данных о рецепте невозможно пробить чек. В связи с этим обслуживание таких покупателей будет производиться дольше. Однушки по деньгам, как двушки в Барнауле подскочили цены на долгосрочную аренду жилья. Теперь средняя стоимость месяца проживания в нормальной однокомнатной квартире начинается от 20 тысяч рублей. С чем связан такой рыночный взлет и будет ли падение, выяснял Данил Кузнецов. И это еще не предел. Обычно хорошая квартира с евроремонтом меньше, чем за 20 тысяч уходит первому, кто дозвонился и приехал. Оно и понятно. В августе самый высокий сезон из-за наплыва студентов. Поэтому предложение расходится быстро. Мы с девушкой нашли квартиру в новостройке. 18 тысяч, вода, свет. Когда уже договорились с хозяйкой, подъехали, уже было большое количество машин. И по случайности мы договорились с ней первые. Цена была уже 20 тысяч из-за большого наплыва желающих. А ведь за эти деньги можно было взять двухкомнатную квартиру примерно в такой же новостройке. Эти категории практически сравнялись, но ненадолго. Скоро и они подорожают. Причин увеличения цены несколько, начиная, конечно, от роста коммунальных платежей и заканчивая своеобразием рынка. Поскольку на рынок вышел объем вот этих квартир современных, соответственно, этот объем и подогнал цены. Понимаете? То есть друг к другу тянутся люди, смотрят, а сколько в соседнем доме сдается квартира, а сколько в этом подъезде сдается квартира. Притом от места цена теперь почти не зависит. Виной тому активная застройка индустриального района. Благодаря ему часть населения переехала из центра. Стоимость может зависеть разве что от состояния дома. Хрущевка даже с хорошим ремонтом, скорее всего, будет дороже из-за отопления. Однако, по словам экспертов, сейчас квартиру лучше нигде не снимать. И дождаться весны, когда все студенты разъедутся, а цены хоть немного, но снизятся. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Собственник здания, известного как универмаг купца Сухова, рассказал нам на этой неделе, как проходит реставрация. Торговый дом находится в самом сердце туркластера на улице Молотобольской. А раньше еще и в торговом сердце города. К работам на объекте, которому уже больше 140 лет, приступили почти три года назад. Как меняется здание и что там планируется открыть, об этом в нашем сюжете. Универмаг купца Сухова. Здание, построенное в 1880 году, оживает с каждым днем. Позади большая проектная и противоаварийная работа. Сегодня уже восстановлена кровля вдоль Молотобольской. Также разобрана кровля со стороны социалистического. Для собственника здания это первый исторический объект. Напомним, несколько лет назад торговый дом продавали за один рубль, но при этом отдельно просили около 20 миллионов за землю. Евгению Лишину здание досталось за 7,5 миллионов. Вот только исторический памятник, еще и полуразрушенный, потребовал гораздо больше вложений. Разрушения были значительные, поэтому достаточно долго идет процесс восстановления, потому что где-то просто кирпич разрушен, где-то у него там раствор, который его связывает, все это вручную практически все разбирается и восстанавливается заново. Глаза боятся, руки делают, но объект очень к душе, с большим удовольствием занимаюсь его восстановлением. В конце 90-х пожар уничтожил кровлю. Десятки лет здание стояло без крыши. Долгие годы не отапливалось. На первых этапах отсюда вывезли около двухсот камазов мусора. Сегодня дом Сухова постепенно приобретает свой первоначальный вид. Сейчас рабочие чистят фасад от разных наслоений, краски, штукатурки. Этим занимаются каменщики, у которых уже есть опыт работы со старинными объектами. Напомним, что этому кирпичу уже больше 140 лет. Вы можете посмотреть, вот эта разноцветная часть, еще она осталась, а вот справа уже мы очистили стену. И сейчас ведутся работы по расшивке кирпича. То есть восстанавливается шовный такой элемент, который защищает и кирпич, и придает красоту этому зданию. Не останутся без внимания и знаменитые грифоны. У одного из них нужно устранить пробоину. Все работы по реставрации завершат к 2025 году. Уже известно, что на первом этаже вдоль Молотобольской расположится ресторан. В том, что дом будет притягивать жителей города, сомневаться не приходится. Ну не столько подходят, спрашивают, сколько я слышал разговоры, да, что люди мимо идут, видят, какие происходят изменения. И в целом очень положительно об этом отзывается. Это как раз то нематериальное стимулирование, да, и приятно для души, когда люди ходят и говорят, ой, смотри, как вот тут вот это уже сделано, вот это сделано. Это очень приятно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Ко дню города завершился четвертый этап благоустройства, пожалуй, самого популярного парка Барнаула – Изумрудного. Здесь закончили реставрировать главный вход. О новинках и дальнейших планах прозвития парка в сюжете Юлии Щепиной. Парк Изумрудный – главная точка притяжения для тысяч барнаульцев и гостей краевой столицы. Сейчас здесь завершают четвертый этап благоустройства. Главному входу уже вернули первоначальный вид. Постоянные посетители парка не могут не обратить внимания на обновленную входную группу в черно-белых тонах. Забор не стали менять на новый, его восстановили. А часы, которые позволяют окунуться в атмосферу прошлого, специально подобрали по старым фотографиям. Кстати, на них не нужно подводить время, они полностью оснащены современными технологиями. Второй вход, в отличие от главного, изменился кардинально. Новые ограждения оборудовали необычными встроенными лавочками с деревянными сидениями. На столбах установили фонари. Кстати, по вечерам ключевые места парка освещены красивой подсветкой. Увеличили сеть пешеходных дорожек, для гостей построили парковку. Осталось закончить строительство крытого амфитеатра, а именно натянуть тент и повесить ворота на входную группу. Этот этап работ закончат ко дню города Барнаула. И не зря, ведь в парке, особенно в вечернее время, людей больше, чем на проспекте Ленина. Стало гораздо лучше. Нравится, в принципе, все просторно, комфортно, есть чем заняться. Природа прекрасная, дороги сейчас хорошие. И озеро сделали хорошо, так вот чистенько все. Тут все привлекательное. У нас прогулочная зона. Мы тут работаем рядом, нам как раз время скоротать вообще идеально. Насладиться свежим воздухом. Кстати, только за пять месяцев этого года, с апреля по август, парк посетили более полутора миллионов людей. А работы не прекращаются. Продолжается обустройство зеленого пляжа с газоном и лежаками и восстановление зеленых насаждений. Мы сейчас как раз организуем высадку деревьев. Мы уже посадили 50 штук весной. Вот еще 150 планируем посадить в сентябре. Кроме того, высадить кустарники, еще часть газонов восстановить. И те, которые пострадали от работы. Это все на сентябрь, первую половину октября планируем. Ну а в середине октября уже подготовка к зиме. У нас стоит такая большая задача новая. Это все-таки постараться организовать каток. У нас наконец-то запущен будет пункт проката. И, соответственно, надеюсь, что у нас горожане смогут еще воспользоваться катком. Следующий год тоже грандиозный. В планах большая физкультурная площадка, парковка со стороны проспекта Сибирский, шахматный павильон, арт-объекты и даже информационная стелла. Плюс для любителей охладиться хотят организовать пешеходный фонтан. Ну а жители Барнаула мечтают, чтобы и другие парки города развивались такими же темпами и радовали жителей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня в День города в Барнауле вновь ограничили продажу спиртного. Сделано это для сохранения общественного порядка. А между тем в России начали продавать туры в Турцию по системе «все включено без алкоголя». Подобная практика помогает сэкономить до 15% от стоимости путевки, которая в среднем для алтайской семьи из четырех человек сейчас обходится почти в 400 тысяч за 10 дней. Подобная мера – это веяние времени, считают эксперты, поскольку сейчас вектор отдыха сместился на людей, заботящихся о своем здоровье. Такие путевки без алкоголя, но со шведским столом берут, как правило, семьи от 25 до 45 лет с двумя детьми. Притом, по статистике РБК, по всей России с подобной системой у туроператоров пока насчитывается лишь около 10 предложений. Если говорить про наше агентство, про нашу небольшую статистику, то у нас 40% за систему «все включено» и 60% за трехразовое питание. Но я хотела бы успокоить алтайских туристов, потому что турецкие отельеры очень прагматичны. Они никогда не отдадут своего клиента ни Египту, ни Кубе, ни Доминикане. Они сделают систему концепции на территории отеля удобную для каждого клиента. Тем более есть опыт других стран, например, Мальдивы. Клиент покупает тур и решает оплачивать ему завтрак, трехразовое питание или «все включено». Продолжим. Полетел над алтайской землей, почувствовал бескрайние просторы и свободу. Свою давнюю мечту исполнил Барнаулец, собрав своими руками уникальный самолет. Сколько лет летчик гражданской авиации шел к цели, как складывалась его жизнь и какие планы строит на ближайшее будущее, расскажем в следующем материале. Так исполнялась мечта жизни летчика гражданской авиации Сергея Шивырева. Полет над землей предков, селом Быстрый Исток, на уникальном одноместном самолете, который Сергей собрал вместе с товарищем. На моем самолете установлен двигатель «Хонда». Также редуктор впереди, потому что обороты двигателя и винта должны соответствовать. Такой самолет собирали около четырех лет. Конструировали с фотографии американского самолета «Орел». Но это, конечно, не копия, а своя версия, которую владелец называет «Орленком». Я давно мечтал, что иметь свой самолет. Еще когда в Ашхабаде был, на Ил-18 работал, я уже приборы списанные, но они еще рабочие, собирал для этого самолета. Вот схемы всякие изучал, подбирал. Сергей родом из Туркменистана. Вспоминает, как в восьмом классе устроился на работу в аэропорт с лесарем-клепальщиком. До восьмого класса я не мечтал быть летчиком вообще. Думал быть машинистом на железной дороге. А тут я познакомился с самолетами, с летчиками. Они рассказали о своей работе, как она прекрасна, особенности какие. Ну и я ремонтировал самолеты и влюбился тогда в самолеты и вообще в авиацию. После летное училище гражданской авиации под Саратовом. А дальше понеслось Ан-2, Ил-18, Ту-154, Ил-76. Полеты по всему миру в разные страны. Даже пришлось выучить английский язык. Любимый самолет вообще Ту-154, потому что я на нем больше всего летал. Я в него врос, как говорится, просто чувствовал, что я как бы одно целое с самолетом. Ну а по полетам вообще Ил-76 тоже. Это такой огромный самолет. И вот им управлять вообще сидишь там наверху где-то 10 метров от земли. Летный стаж внушительный за штурвалом с 71-го года прошлого века. На Алтай Сергей Шивырев переехал в 95-м году. У него 5 детей и 7 внуков. Человек счастлив тогда, когда у него есть любимая работа. Ему хочется очень на работу идти. А дома – любимая семья. Хочется идти домой. Тут у меня так было, что я рвался на работу, ждал, когда будет очередной рейс. А с работы мне очень хотелось побыстрее домой, к семье, к детям. Семья поддерживает. Однако проделать маршрут «Барнаул-Быстрый исток» пока не удалось. Самолет привезли на авто с прицепом. Вы бы долетели из «Барнаула» до «Быстрого истока»? Да, можно долететь. И у меня мечта вообще долететь все-таки. Сейчас я его отлажу, мотор, когда увижу, что… Откатаете, да? Откатаю, да. Я планирую. Я уже и план полета такой заказал. Дальше взять высоту 3000 метров и усовершенствовать свое творение. И, конечно, в мечтах, чтобы дело его жизни продолжили наследники. От винта! Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Возможно, кто-то в эти выходные отправился на охоту. Кстати, за первые дни осеннего охотничьего сезона желающие поохотиться уже совершили 50 административных и два нарушения, предполагающих уголовную ответственность, сообщили в Минприроды края. Сезон охоты на водоплавающую дичь стартовал 26 августа и продлится до 30 ноября. Сейчас в Алтайском крае насчитывается более 75 тысяч охотников, и эта цифра с каждым годом растет. В основном стараются поймать утку, гуся и лысуху. Главные места охоты – степи и ленточные боры. Перед открытием сезона любители получили более 20 тысяч разрешений на охоту. В Минприроды их вновь предупредили, что очень важно охотиться на дичь в отведенных для этого специальных местах. Если человек в запрещенном месте, здесь мы, наверное, говорим больше о заказнике, особо охраняемой природной территории. Если человек просто там находится с оружием, там порядка 4 тысяч рублей, административное наказание. А если он там совершил незаконную еще и добычу кого-то животного, ну там вплоть до уголовной ответственности. На этих территориях полностью исключена охота. По словам Максима Котернюка, главное – это безопасное обращение с огнестрельным оружием. А получить разрешение на охоту можно через госуслуги, через МФЦ или через управление охотничьего хозяйства. Напомним, что охота с электронным манком также запрещена. А я напоминаю, что у вас еще есть возможность поучаствовать в праздничных мероприятиях ко дню рождения Барнаула. На Сахарова продолжается концерт, а в 22 часа небо озарит фейерверк. У меня на этом все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Мира и добра всем. До свидания. Продолжение следует...